А помирать нам праздновало, если у нас еще заводило. Техника военных лет и ретро-автомобили представительского класса. На плацу Барнаульского юридического института более трех тысяч человек. Практически все молодые курсанты. Когда-то здесь стояли герои, которые в годы войны ловили банды, десертиров, заступали в партизанские отряды. Нам постоянно руководство говорит, что именно с этого плаца сотрудники выходили на фронт. Поэтому большое чувство гордости заполняет в душе. Сегодня осталось живых всего два ветерана войны, которые связаны с БИИ. Они участвовали в бомбардировках Будапешта, Кёнигсберга, Берлина и других городов противника. Сегодня, буквально после окончания торжественных мероприятий, руководство Барнаульского юридического института также выйдет к ветеранам нашим, которые сегодня не смогли участвовать в этих мероприятиях. Мы обязательно их поздравим, вручим подарки. А сотрудники краевого ГУИ МВД по традиции поочтили минутой молчания память погибших воинов и возложили цветы к мемориалам. На фронт из органов внутренних дел края ушли более тысячи человек. Еще 700 были направлены в блокадный Ленинград, особый отдел фронта, партизанские отряды. Более 360 из них не вернулись с войны. Прошу вас об этом помнить и всегда. Слава нашему народу! Не было ни одной структуры, я уже не говорю о том, что ни одной семьи, члены бы которой не воевали. Завтра сотрудникам придется нести службу в усиленном режиме. Именно от них зависит безопасность на улицах, концертах, пресс-салютах. В охране общественного порядка будет задействовано более 3,5 тысяч человек. А вынести флаг победы на главном параде края доверено курсантам БИИ. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.